Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел Иванов и на канале Аудио Статьи. Искренне и сердечная благодарность всем, кто вчера вышел к басманному суду поддержать Николая Николаевича Платошкина. Искренне благодарность всем, кто распространял эту информацию по сети, кто писал длинные комментарии, ставил лайки. Друзья, вместе мы силы, мы обязательно победим. И знаете, в этой ситуации, в том, что происходит, знаете, нет ничего смешного. Кроме тех людей, кто утверждает, что это Кремль раскручивает Платошкина изо всех сил. Мне кажется, вот эта логика, что если Платошкина арестовывают, если на его соратников тоже заводят уголовные дела, значит ему помогают, делают из него величайшего политика. Но если это продолжать логику, вот если его посадят на 20 лет, ну значит это точно помощь Кремля. А если его снайпер застрелит, ну это просто вот Платошкин сто пудов кремлевский проект. Ребята, вы что несете? Мы сейчас наблюдаем накат на всю оппозицию, со всех сторон. Анатолия Быкова задержали, амбудсмена полиции задержали. Ребят, посмотрите, вот амбудсмен полиции, парень, ведет паблик ВКонтакте, в Телеграме, в нескольких других социальных сетях он есть. Он рассказывал о том бардаке, который творился в правоохранительных органах. Может быть он сто пудов однозначно не святой, за ним есть какие-то грешки. Но посмотрите, что сейчас с ним происходит. За один месяц на него возбудили уже седьмое уголовное дело. Вот первое. Админа амбудсмена полиции Владимира Воронцова арестовали на два месяца. Его подозревают в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника полиции Расима Курбанова. По мнению следователей, Воронцов требовал деньги у Курбанова, чтобы его интимные фотографии не попали в паблик. Это первое. На админа паблика амбудсмен полиции возбудили новое уголовное дело. На этот раз за пост в телеграмме Владимир Воронцов сидит в СИЗО и ждет суда уже по двум уголовным делам за вымогательство и распространение порнографии. Видимо в МВД посчитали, что этого мало. И теперь на Воронцов возбудили еще одну уголовку в Следственный комитет России за оскорбление представителя власти. Это второе и третье. То есть у нас вымогательство, распространение порнографии, еще оскорбление представителя власти. Вы не поверите, но на основателе паблика амбуцемент полиции Владимира Воронцова могут возбудить еще одно уголовное дело. Сейчас следователи проверяют Воронцова по статье «Понуждение к действиям сексуального характера». Якобы он использует свое положение администратора паблика ВКонтакте, вынуждал кого-то присылать свои нюды и вообще предлагал, что похуже. Это четыре. Владимира Воронцова проверяет Следственный комитет России из-за материала про замглавы полиции Зюзина, некого Провоторова. Он бы так и основался неким, но в паблике Воронцова опубликовали пост, в котором утверждалось, что Провоторов не очень хороший полицейский. Приводилась в пример история, когда по приказу Провоторова в отдел свезли сотню граждан самых различных национальностей, чтобы якобы вымогать с них деньги. Пост был размещен еще в волосатом октябре 2019 года, однако полицейские нашли его, запротоколировали, заверили где надо и передали куда следует. Теперь все это читает и грустно протирает руки СКР. Почему-то проверяют они создателя паблика, а не некоего Провоторова из Зюзина. Ребят, пять уголовных дел, еще два, там вообще по мелочи, они отыскивают любую зацепку за неправильные посты, репосты, какие-то там подозрительные высказывания, за все сейчас притягивают. Лишь бы человек, который рассказывал правду и вскрывал проблемы, которые происходят в МВД, защищал таким образом полицейских, которые там попали, мягко говоря, под горячую руку начальства, чтобы он заткнулся. И чтобы вы понимали уровень доказательств, которыми располагает следствие МВД Москвы, потребовало от сотрудников признаться в продаже информации омбудсмену полиции. То есть, если ты полицейский, то ты обязан сдать омбудсмена полиции. Если ты, не дай бог, с ним сотрудничал, еще и финансовый интерес, а даже если его не было, то если окажется, что ты какую-то информацию передавал, то тебе нарисуют, что это был финансовый интерес. Доказательств, может быть, и не будут, но мы же понимаем, что это все не просто так. Так, работа на шатателей властной вертикали, по развалу государства, по раскачиванию лодки, нет. Это все подрыв конституционного строя. Это один пример. Владимир Воронцов. Надеюсь, что обвинения с него будут сняты, уголовные дела рассыпятся, но сомневаюсь, что это так и произойдет. Скорее всего, хоть что-то ему пришьют, хоть какой-то условный срок он, скорее всего, схлопочет, потому что система взялась за него всерьез. То же самое мы видим сейчас происходит с Платошкиным. Мало вам примера Воронцова, хорошо, Александр Габышев. Человек сидел себе дома, соблюдал самоизоляцию, карантин. Все было нормально. К нему явились и потребовали, а ну-ка предъяви, где твои справки, что ты не болеешь этим коронавирусом, поехали анализы сдавать. Какие еще анализы? Человек на самоизоляции. У нас что, принудительные анализы? Он что, в Италию летал или в Китай летал, где очаги этого коронавируса были? Вовсе нет. Но с него это потребовали. Интересно, почему. А как только он отказался, его упрятали в психушку на принудительное лечение. Мэр Якутска Сардана Аксентьева, который в соцсетях часто называют мэром здорового человека, осудил избирательную карательность в отношении шамана Александра Габышева, который после штурма его дома был доставлен в психоневрологический диспансер. Сегодня суд рассмотрит ходатайство его принудительной госпитализации, при том, что Габышев находится в диспансере уже три недели. Неважно, шаман он или нет, это не мне решать. Да и в городском сообществе отношение к этому разное. Но абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой, написала Аксентьева в своем инстаграм. Она выразила опасение, что в Якутии может возродиться практика отправки на принудительное лечение любого человека с формулировкой переоценка личности. Да не только в Якутии Сардана. Во всей стране это может возродиться. Ребят, я на своем канале, на дополнительном канале Павел Иванов, уже описывал эту ситуацию. Многие меня неправильно поняли. Я тогда обращался не к тем, кто согласен и так со мной, что Габышева насильно, совершенно безосновательно запихнули в психиатричку. Я подчеркивал и доносил эту мысль до тех, кто готов со мной спорить. Я объясняю, что у нас в стране миллионы человек нуждаются в качественной психиатрической помощи. Это просто медицинский факт. Любой специалист вам это подтвердит. У нас огромный процент людей с теми или иными психическими отклонениями. Но сейчас в условиях самоизоляции даже психиатры борются у нас с коронавирусом. У нас все врачи на передовой в этой эпидемиологической ситуации. А вот для Габышева помощь почему-то нашлась. Я лишь говорю о том, что это не значит, что он отъявленный псих. Это говорит о том, что система захотела упрятать его за решетку. Если не тюремную решетку, то за психиатрическую решетку. Кстати, насчет коронавируса, друзья. Вы заметили, как федеральные телеканалы, если вы их вдруг смотрите, и официальные ютуб-каналы перестали коронавирус обсуждать? У нас что, абсолютно побеждена эпидемия? У нас что, все выздоровели? У нас изобретена вакцина? Где все это, ребят? Почему новости-то перестали обсуждать? Потому что из Кремля поступила команда, меняем информационную повестку. Людям не надо уже об этом знать, не надо об этом слушать. Мы уже типа совсем справились. Жизнь началась заново. Все, власть справилась. Давайте, у нас через две недели парад победы. Мы должны показать, что мы сильные, мощные, совсем справились. Молодцы, которых стоит переизбрать на несколько сроков вперед, обнулить, позволить переизбираться под нашей системой выборной. Замечательно, не правда ли? По команде из Кремля будет любая информационная повестка. Ну и последнее, о чем хочется упомянуть. Слава богу, об аресте Платошкина высказался Зюганов. Арест Платошкина, скатывание властей к полицейщине. Глава партии КПРФ Зюганов раскритиковал арест бывшего кандидата от партии в Госдуму Николая Платошкина. Скорее всего, арест Николая Николаевича Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлением недовольства. Зюганов отмечает, что представители левых сил, особенно КПРФ, якобы подвергаются в России преследованиям и заявляет, что число случаев произвола против представителей коммунистической силы измеряется десятками. Об этом я буду делать скоро отдельное видео о том, на какие ухищрения идет наша замечательная власть, чтобы не допустить представителей левых сил к выборам, которые состоятся 13 сентября. Ребята, у нас предстоит очень жаркий год, у нас впереди 1 июля голосование против поправок Конституции. Я напоминаю, говорите исключительно против поправок Конституции. Это голосование против поправок. Формулировка по поправкам, за поправки, забудьте. Сама формулировка должна быть голосование против поправок Конституции. У нас 13 сентября выборы 20 губернаторов, это очень много, очень серьезные выборы. многие законодательные собрания, до выбора депутатов в Государственную Думу, тоже очень серьезно. И скорее всего в декабре у нас еще одни выборы, скорее всего это будут досрочные выборы в Государственную Думу. Друзья, что думаете, пишите, высказывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. До новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok